Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Олег Суворов и давненько не было видосиков на моем канале. Друзья, все кто следит за моим каналом, вы наверное помните, что я ездил на Nissan Micro, поэтому я о ней особо не рассказывал. Как бы не особо какая там прям интересная машина, но очень хорошая, комфортный именно городской автомобиль. Друзья, ну так случилось, что в общем продал я свою Micro очень неожиданно и внезапно и стал вопрос о том, что нужно что-то покупать. И упорно искал, искал, но не поверите, буквально нашел за каких-то 4-5 дней машину, удивительно для себя. Я искал тоже малолитражку, но нет, можно сказать, что купил я малолитражку, но немножечко необычную. Поэтому, я думаю, вам понравится и... Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья мои, неожиданно для себя я купил Mazda RX-8. Что? Что спросите вы? Да, попалась мне машина за неплохие деньги и знаете, я просто подумал, что это что-то новенькое, необычное, ну вот лично для меня и все-таки решил рискнуть и купить Mazda. Благо дело, я купил у человека, который ремонтирует именно эти моторы роторные. Я, в принципе, понимал, что я покупаю, я понимал, что вроде как это геморойный мотор, но я целенаправленно брал под то, чтобы через полугодика его попробовать свапнуть на какой-то 4-цилиндровый мощный Atma или турбомотор. Вот, но, знаете, я поездил на нем всего-навсего, ну вот месяц на сегодняшний день, как я купил машину и, кстати, из которых две недели она стояла, потому что снега очень много было. Я понимаю, почему именно ротор, мне он очень нравится. Да, он много хавает, он просит к себе много обслуживания, друзья, но если его действительно правильно обслуживать, он проездит намного больше, чем они проезжают, эти моторы проезжают у большинства людей и подарит массу эмоций. Поэтому сейчас вкратце все расскажу и покажу. Значит так, ребят, внешне как бы это купе, но это не обычное купе, для тех, кто не знаком вообще с этой машиной, это четырехдверное купе. Да, вот дверь открывается вот так и задняя открывается вот так. Блин, ну смотрится это просто обалденно, ну не передать, как это круто. Я спокойно сажусь, залетаю, я бы сказал, сзади, я не скажу, что я прям низкий человек, у меня где-то метр восемьдесят, нет, нет, нет метр семьдесят пять где-то роста, ну почти нет. И я бы скажу, что в принципе мне здесь, ну, я не ущемлен здесь, мне тут нормально, если вот вплотную висяду, у меня еще тут место даже есть. Ну вот, консоль, кстати, сзади очень клевая консоль, ну шухлядочка, подстаканнички для двух человек, ну это просто по красоте все. А здесь сзади даже форточки есть, то есть ты такой себе щик открыл, короче, ручками помахал там, не знаю, ну они есть, это уже хорошо. Здесь сзади, значит, вот это ерунда, но она как-то странно сделана, она просто снимается, есть доступ, ну как бы положить лыжи, да, или сноуборд, или еще, но ее просто надо вынуть и вообще куда-то бросить в другую сторону. Дизайн, в принципе, внутри такой, ну не сказать, что он прям какой-то вызывающий, да, но обычный спортивный японский дизайн, то есть нет какого-то перенасыщения кнопок, чего-то такого, знаете, вот много-много всего. Все просто, ничего лишнего и с ощущением спортивности, то есть, ну, все как, вот мне кажется, надо. Все, друзья, я вам скажу так, что для меня эта машина, это как бы вот тачка вот из Need for Speed, наверное, потому что я еще когда был вот в городском возрасте, я любил очень сильно играть в Need for Speed, и вот это именно та тачка, которая вот, ну ты понимаешь, что ты гонял вот когда-то тогда вот в игре еще, а у тебя вот реально сейчас есть в реальности вот такая машина. Кстати, интересно, что в этой машине, значит, инженеры работали вместе с дизайнерами, это ну 100%, я, кстати, как-то не сразу обратил внимание на это, но когда начал ездить, значит, увидел, что во всем идет акцент на то, что здесь стоит ротор, что это главная фишка этой машины. Значит, ну, например, в интерьере ручка механическая, КПП, да, она, она идет вот в виде ротора, то есть, ну вот, треугольничек вот этот, сиденье, вот эти штуки. Я сначала думал, что, ну, это просто так, типа, да, нет, это тоже в виде того же ротора. По наружке, по наружке тоже несколько намеков на это есть, значит, и первый намек капот, смотрите, вот эта штука, выемка, да, она тоже именно с этой же целью сделана. На бамперах, вот эти вот выемочки, да, и сзади, и сзади фишечка именно противотуманки вот этой, как были деформулированы в Формуле-1, но она тоже сделана в виде именно вот с того ротора. Машина, машина очень интересная, и знаете что, действительно, я, я передумал слабить ротор, потому что у меня он очень полезен. Да, каждые 20 тысяч нужно менять свечи, даже 15 там. Бензин нахавает, ну, на сегодняшний день то, что мне удалось достичь, это минимум 12 с половиной, минимум, да, пока не навалил, потому что двигатель на обкатке, и очень, ну, не хотелось бы его раньше времени укладывать. То есть, есть у него реально, ну, такие расходы, которые достаточно высокие, и за собой немножечко тянут, но эмоции она доставляет, реально. Одна из самых фишек, почему стоит ротор, да, он легкий, на самом деле, получается так, что машина управляется очень круто, у нее почти идеальная развесовка, там, ну, почти 50 на 50, чуть-чуть есть смещение небольшое, но рулится она шикарно. Я вот на этой площадке, буквально на второй день, когда ездил, я попробовал в повороте, до 65 разогнал, ее даже не снесло, не чуть-чуть. Поэтому, да, это учитывая, что резина не самая лучшая, не самая свежая, и, знаете, это на самом деле впечатляет. Боком пока не раздавал, опять же таки, потому что не хочется насиловать двигатель. Вот, конечно, машина не без изъянов, да, есть свои нюансы какие-то, вот, ну, блин, вот этот дизайн, вот эти вот крылья, ребят, вот это вот, это все очень круто, это мега круто просто. И скажу так, что в этой машине реально нельзя остаться незамеченным. Я как-то вот, ну, первые дни, когда выехал в город, было крайне непривычно, что на меня все смотрят. Смотрят в пробке рядом стоящей машине, в каком-то там, чувак едет в новом Кашкая, там, последнем, и он реально смотрит на мою машину, засматривается. Так вот стою на парковке, кто-то проходит, смотрит, кто-то проезжает, смотрит. И, ну, вот, давайте я просто отойду сейчас. И вот, вот гляньте, да, вот цвет, дизайн, вот на фоне вот всего остального, да, оно все такое обычное, простое и Мазда. Это космос. Хотя, знаете, я всегда себе говорил, что я не куплю ни Мазду, ни Форд, потому что это, по сути, все одно и то же. Но эту машину делали японцы, это не Форд. Это вот действительно настоящая японская машина, которая, знаете, вот по-настоящему японская, которая вот с характером, которая со своей фишкой. Значит, под капотом у нас, друзья, сейчас покажу. Ну, как вам всем известно, стоит роторный двигатель. Ну, кстати, занимает место всего ничего. То есть, вот он заканчивается. Все, это конец его. Значит, данный экземпляр у нас, это стандарт пауэр на 192 лошади с 5-ступенчатой механикой. Чем он отличается от хай-пауэр, у которой 230 лошадей? Он, значит, у него 4 топливные форсунки, 4 свечи. Ну, и, соответственно, программа, как я понимаю, там, видимо, другая. Ну, то есть, я так детально не вникал, но точно знаю, что 6 форсунок. На этом моторе 4 форсунки и 4 свечи. Вот, соответственно, как бы и смещен диапазон работы двигателя до 8 тысяч на этом, да. А на том, там, крутится, там, в 9, по-моему, с половиной тысяч оборотов, что-то такое. Вот. И на хай-пауэре, на механической коробке, там 6 передач идет. Вот, поэтому, ну, знаете, в принципе, есть свой определенный плюс, потому что в данном случае меньше гемора, меньше форсунок, меньше свечей, меньше гемора. Вот. А 190 лошадей для города, как я езжу, мне кажется, с головой этого хватает. Ребятки, сейчас покажу вам багажничек. Так сказал, как будто там что-то особенное есть. На самом деле нет, багажник простой, весьма небольшой, но, значит, фишка. Вот этот ремешок, это стандарт. И вот он просто, вот, сделан как будто, ну, вот специально для того, чтобы возить масло. Хотя, наверное, так и есть. В любой Mazda RX-8 должна быть, должна быть канистра масла в багажнике. Это обязательно. Без нее даже выезжать нельзя. Так, остатки зимы. Здесь, короче, инструментик, домкратик, там все какие-то мелочи. Есть кнопка, кстати, чтобы вылезти из багажника, если вас там закрыли. Вот. И расскажу фишку. Значит, вот эта ниша, я вообще не знаю, ну, видимо, просто для увеличения сделано было, потому что запаски тут нет. У меня есть 30-литровая канистра, плоская. Она, значит, я наносил, вот сюда где-то в кадр запихну фотографию, я делал. Она ложится просто идеально вот сюда, вот. Как будто вот просто сделано для того, чтобы вот перевозить здесь канистру с бензином. Ну, конечно, это все прикол, да, но, блин, я аж удивился, реально. Было очень прикольно. Ну, вот, у вот этого узла, вот, вот, багажник, все, вот это есть один недостаток. Вот, значит, я столкнулся, когда зимой, вот видите, да, пыль здесь, вот, вот в этих местах, нишах. Значит, когда ты открываешь багажник, сюда цепит снега или там вода скапливается, она замерзает. Когда закрываешь багажник, оно просто вот этим уголком все это трамбует и, ну, короче, это плохо. Оттопыриваются уголки и, в общем, это не сильно хорошо, на самом деле, сказывается на крышке багажника. Вот, поэтому в идеале, по возможности, если туда снега насыпало, его нужно вынуть оттуда. Ну, это, опять же, для тех, кто ездит зимой на этой машине, потому что это я один из таких, которые будут на этой машине зимой ездить. Ну, это в идеале нужно, конечно, убирать, следить за этим, потому что иначе бывает сложно даже закрыть крышку багажника. Вот, сама по себе она закрывается очень интересно. Тут есть ручка, я первый раз, когда закрывал, она у меня просто вырвалась в руки и захлопнулась. Вот, ее нужно аккуратненько опустить и отпустить. Все. Багажник закрыт. По салону у нас, значит, салон очень крутой, именно красно-черный, это, не знаю, очень мне нравится, именно под кожа, все дела. Глянцевые вот эти вот вставочки такие, в принципе, смотрятся неплохо, хоть глянется я в машине, ну, не всегда мне нравится, да, но здесь он очень даже прикольно смотрится. Вот, органы управления, ну, не сказать, что они прям удобные, они под таким наклоном, но, опять же таки, это чисто эстетически, ну, прикольно, да. Ну, динамики здесь, кстати, достаточно большие, в этой машине стоит система Bose. И, честно сказать, Bose, Bose вроде бы, но, ну, я несколько дисков запустил, потому что пока я еще не ставил эти эмуляторы, потому что, ну, как бы тут аукса, в принципе, нет и не может быть. Ну, звук, не сказать, что он прям какой-то космический, может быть, для 2004 года Bose, вот такой это нормальный Bose, я не знаю. Но мне бы хотелось что-то большего, на самом деле. Хотя, хотя, здесь, значит, колонка одна, колонка вторая, в полке задней еще две колонки, и, по-моему, еще две пищалки маленькие. Потом пищалки здесь в дверях, и здесь еще какой-то, по-моему, тоже высокочастотный динамик здесь в середине. И в багажнике там стоит усилитель, прямо как к полке прикрепленный там, да. Ну, должно играть лучше, ну, мне так кажется лично. Значит, ну, что по салону, вот эти вот ручки, они, кстати, алюминиевые. И это, знаете, это очень круто. Ну, то есть, оно ощущается даже так приприятненько все. Сама по себе посадка, ну, действительно, спортивная, ты садишься, тебе удобно, ты как влитой сидишь в этом сиденье. Боковые подпорки, они есть, они работают. Вот они, да, то есть, таких. Хотя, ну, как бы, не могу сказать, что для меня прямо идеально, потому что я сам по себе худощавый. Но, в принципе, я не вылетаю с них. Очень меня сильно доставило удовольствие вот кулиса. Блин, короткоходная такая, просто, это огонь, реально, очень-очень круто, очень удобно. Ручник, ручник тоже прикольный, космический дизайн такой, ну, блин, прикол, реально. Кстати, здесь еще не показал, здесь вот эта вот шухлядка, она, значит, отъезжает от подлокотничек. Тут два подстаканника, и еще здесь шухлядка с 12-ти вольтовой розеткой. Ну, круто же, а? Кстати, здесь, значит, есть такой вот нюансик. Сейчас покажу. Значит, здесь, ребят, есть вот такой нюансик. Вот у пассажира в ногах, тут, как бы, пространства не сильно много, здесь вот такой горб выпирает. Самое интересное, из-за того, что машина низкая, стоит коробка продольно у нас, да, то есть, получается, что здесь этот горб под выхлоп, там под ним стоит выхлоп. В то время, как у меня такого горба здесь нет. Вот, поэтому, как бы, выхлоп надо было куда-то запихнуть, и, собственно, сделали такой горб. Ну, те, кто со мной ездил, не говорили, что есть какая-то проблема, ну, в том, что неудобно, или еще как-то, да, но, вот, ну, сам факт, что, вот, я удивился, когда сел первый раз. Как-то непривычно для меня было. Теперь, наверное, к самому интересному перейдем. Значит, это двигатель. Более подробно. Я действительно думал делать свап. Поездив, я передумал. Я не хочу делать свап. Объясню, почему. В чем прелесть роторного мотора здесь. Почему не JZ, почему там не SR20, там это было бы круто, валево и меньше затрат, возможно, в процессе эксплуатации, там надежные и все такое. Да, спору нет, надежный, классный мотор. Но, сам по себе, допустим, процесс свапа, он достаточно затратен. Ну, даже, даже если не брать финансовую составляющую, другая проблема. Даже если ты ставишь четырехцилиндровый какой-нибудь мощный, классный мотор. Первое. У тебя развесовка уже не та. Ты не добьешься той идеальной развесовки, которая есть с ротором. Даже если ты его будешь запихивать максимально, там, к моторному счету этот двигатель. Это первое. Соответственно, управляемость уже не та. Ну, возможно, четырехцилиндровым мотором не там как-то не сильно почувствуешь. Но есть, которые там пихают, там, JZ, это шестицилиндровый рядник, там, V6. Серьезно. Морда становится загруженная. Она уже не рулится. И она становится тяжелее. Это все не то. Но с этим мотором она рулится. Мотор стоит глубоко. То есть, распределение между осями правильное здесь, в данном случае. Поэтому нет перенагрузки на ось. Вот. Что касается ротора, в принципе, да, мотор, есть свои заморочки с мотором. Тут самое главное несколько нюансов. Первое. Поддерживать уровень масла всегда. Наблюдать за ним. Потому что она его расходует. Ну, как расходует она через масляные форсунки, которые, в свою очередь, смазывают статор. Да, стенки статора. Поэтому нужно постоянно поддерживать правильный уровень масла. Для того, чтобы, ну, грубо говоря, не ездить, ну, была постоянно смазка стенок. И эти форсунки раз в 20 тысяч нужно проверять, чтобы они не забились. Потому что они берут масло с поддона. Да, уже, которое, ну, соответственно, грязное. Вот. Есть, конечно, разные лайфхаки, приколы, как сделать так, чтобы, там, очистить, там, да, или что-то такое. Но сам факт, что эту проверку нужно делать. Вот. Каждые, там, 15-20 тысяч нужно менять свечи. Потому что очень много топлива сгорает, и они просто выгорают. И, ну, соответственно, уже на выигрывающих свечах уже никуда не поедешь. Ну, и, наверное, ребят, самый главный нюанс, почему умирают эти моторы так быстро. Из-за того, что много расходуется топлива. Соответственно, не самого качественного в наших странах, да. В данном случае я живу в Украине, в городе Киеве. Тоже не так много качественного топлива. Поэтому, даже не важно, любое топливо, даже если оно более-менее как-то приближено к стандартам, оно имеет свойство закоксовывать двигатель. Да, соответственно, быстрее чернеет масло. И масло нужно менять очень часто. Вот. Но из-за того, что его сгорает вот столько, грубо говоря, там где-то закоксовался двигатель, там форсунки масляные плохо продуваются, да. И у тебя, грубо говоря, идет масляное голодание, у тебя АПЕКС начинает крутиться на сухую, и вот происходит так, что у тебя вылетает АПЕКС, и происходит так называемый застрел двигателей. И все говорят, ой, какой роторный мотор плохой, он там долго не ездит, все такое. Есть один выход. И, в принципе, это с экономической точки зрения даже езды, это правильно, и для мотора это тоже правильно. Поставить сюда газ. Да. Именно газ, потому что при горении газа весь этот нагар, он вымывается. Его, ну, он, грубо говоря, не создает, нету этого нагара. Плюс газ не смывает масляную пленку со стенок статора. В то время как бензин, именно бензин наш, некачественный, он это делает, и нет нормальной смазки статора. А в то время у газа такого, никаких проблем нет. То есть газ по всем параметрам удовлетворяет роторный двигатель. У него нет выпускных клапанов, они не могут прогореть, соответственно. Поэтому, ну, газ просто идеален для этого двигателя. Тут самое главное, чтобы не сделать задиры на статоре, потому что статор покрыт каким-то напылением, типа Никосила, ну, как вот в Volkswagen, да, там на FSI, на TSI моторах. Вот, и поэтому нужно это напыление сохранить. На газу мне рассказывали одну историю, когда машина, вот именно роторный двигатель, на газу удлился проехать после ремонта 200 тысяч. Космические цифры, кажется, но в реальности на нее надо ставить газ, просто следить за маслом, чистить форсунки, менять свечи. И все, мне кажется, ну, и если есть такое, что ты почувствовал, что компрессия там присела, да, машина хуже заводится стала, нужно просто не полениться, вынуть мотор, разобрать его и поменять все уплотнители, апексы и все остальное, потому что сам ротор и, ну, сам и статор напыление, которое на нем, оно, в принципе, достаточно долго ходит. Самое главное, не дать вот именно апексу разрушить все стенки, вот. Ну, сама по себе тачка огонь, тачка клевая. Я не говорю, что она самая качественная, самая крутая в мире, да, но сидишь за рулем и, знаешь, ты ощущаешь вот что-то необычное, что-то интересное, в то время как вот даже проезжающие рядом ощущают, я даже не знаю что, они вот с глазами видят эту тачку, она красного цвета еще, они такие, ооо, что-то вот в ней видят такого, да, ну, вот даже тут я сижу, ну, блин, ты кайфуешь, реально, капот вот этот вот красный такой вот у нас вперед идет, эти крылья дутые, ну, оно очень круто, реально очень круто. Да, конечно, это, конечно, это стоит, возможно, каких-то затрат там, ну, опять же, такие удовольствия, иногда оно стоит денег, вот в данном случае это вот, нужно обслуживать машину, да, ну, любую машину надо обслуживать, ну, помимо этого в этой тачке особо проблем нет, ну, глобальных, да, то есть самое главное это вот двигатель, все остальное по запчастям, вот облицовка какая-то, да, там, ходовка, все, все есть на разборке, все можно найти и достаточно за адекватные деньги. Даже мотор можно собрать бушный, в принципе, из запчастей, самое главное, чтобы был статор и ротор были нормальными, все остальное можно, все новое собираешь и у тебя, по сути, нормально двигатель. Вот и все. Поэтому, друзья, это, на самом деле, это только вот первые впечатления о этой машине, потому что я на ней проехал всего-навсего 600 километров, было много снега, я две недели не ездил на ней, вот сегодня первый день, вот, как запахло весной, я выехал, и, соответственно, я буду ездить, я на нее буду ставить газ, ближайший, скорее всего, месяц-полтора, вот. Мы с вами еще сделаем замеры до сотки, разгоним ее до максимума, потому что, ну, я еще, я максимум на ней ехал 180, и то просто очень на следующий день, после покупки, очень захотелось попробовать догнать X5, вот, но я ей под зад сильно не давал, вот, ну, как говорится, все эмоции все еще впереди, и скоро лето, вот, друзья, поэтому будет еще, я думаю, много интересных с этой тачкой, но я, я на самом деле не знаю, сколько она у меня пробудет, возможно, там, до года, может быть больше, может быть меньше. Ребят, ну, если вам эта машина понравится, и мы хайпанем на этом видосе, возможно, мы будем что-то с этой тачкой делать, и оставим ее, вот, под какой-то тюнинг, вот, может быть, что-то сделаем, не знаю, это все только какие-то мысли, пока глобальных планов никаких, и я ничего не обещаю, вот. Пока просто езжу, получаю удовольствие, вот, и в процессе эксплуатации, когда уже сформируется какое-то мнение полноценное при этом машину, я еще запилю видосик, обязательно, конечно, для того, чтобы раскрыть полную картину об этой машине, вот, друзья, но, надеюсь, вам видос понравился, может быть, в чем-то был полезен, если вы выбираете такую же машину, вот, поэтому, если что-то интересное, пишите в комментариях, обязательно всем отвечу на адекватные нормальные вопросы, вот, и, ну, с вами был сегодня я, Олег, и подписывайтесь обязательно на канал, чтобы таким образом посодействовать моему развитию, друзья, ну, и не забудьте, конечно же, поставить лайк под этим видосом, вот, и, ну, в принципе, что хотел сказать, вот и все вроде бы, ждите следующего видоса, и всем пока!